15 июня исполняется 100 лет со дня рождения председателя КГБ и генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. По этому случаю в стране пройдет серия круглых столов с приглашением ветеранов и соратников генсека-силовика. С его именем связано прежде всего создание антитеррористического центра Федеральной службы безопасности, более известного как группа Альфа. Группа А, 7-го управления КГБ СССР, была создана в 1974 году по распоряжению Юрия Андропова после теракта на Олимпиаде в Мюнхене, когда палестинские террористы из организации «Черный Октябрь» захватили в заложники израильских спортсменов, 11 из которых были убиты. Завральские ветераны спецслужб вспоминают, с какими надеждами встретили его назначение руководителям ведомства. Юрий Владимирович Андропов, который пришел в непростое время, простых у нас времен никогда не бывает, вы знаете. И вот на фоне тех событий, которые творились до того, сложился достаточно мрачный образ, непозитивный в отношении органов госбезопасности. И вот на мой взгляд, с приходом Юрия Владимировича, значит, это все, в общем, стало постепенно меняться. На один из юбилеев Андропову подарили меч, как один из символов крающего ведомства. Однако руководитель КГБ сказал, что предпочел бы в подарок получить щит. Его система, которую он, я считаю, внедрил и активно проводил жизнь, заключалась в том, чтобы предотвратить преступления на его ранней стадии. Для этого, значит, была задействована система профилактических мер. Это воздействие было достаточно эффективным, я считаю, что, в общем-то, давало свои положительные, значит, результаты. С приходом Юрия Владимировича к руководству органами госбезопасности, особенно, когда он был избран первым секретарем СК КПСС, политика репрессивная изменилась. Вот, вместо усиления, конечно, настоящих врагов репрессировали, а тех, кто заблуждался и под влиянием антисоветских элементов вставал на неправильный путь, их профилактировали, предупреждали. Еще одним колоссальным сдвигом работы чекистов под руководством Андропова стала его непримиримость к коррупции. Особенно наглядно это продемонстрировали чистки в Азербайджане и Грузии, где были арестованы сотни партийных функционеров, уровня секретарей обкомов и чиновников различного ранга. КГБ тогда удалось доказать, что крупные суммы денег, стекавшиеся в виде взяток в ЦК КПСС республик, уходили за границу и оседали на зарубежных счетах. Именно Андропов прижал торговую и рыбную мафии. Достаточно вспомнить лишь несколько громких процессов знаменитого елисейского гастронома Московского главторга. Но еще больший общественный резонанс вызвало разоблачение злоупотреблений в ближайшем окружении правительственной верхушки и так называемые хлопковые махинации в Узбекистане. Только по ним КГБ возбудил 70 уголовных дел. В 2014 году, накануне 100-летнего юбилея Юрия Владимира Чандропова, депутаты Госдумы обратились к главе ФСБ с предложением назвать управление А именем его основателя. Василий Малухин, Александр Киселев, Светлана Пестерева, информационное агентство Курган.ру